Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1983 года, воплощенного на Земле. Один, два, три. Я нашла что-то, не уверена, что это он. Хорошо, снимаются все маски и голограммы. Проведи идентификацию на счет 3, 1, 2, 3. Проверю по эфирному коду ДНК. Совпадает или нет? Какого цвета моя чокера? Красный. Красный. Возвращаемся назад на счет 3, 1, 2, 3. Комнату диагностики. И еще раз сделаем запрос. Фотографии ты его помнишь, да? Комнату диагностики. В 1983 года. И я посчитаю от 1 до 3, и ты найдешь воплощенного на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Хорошо. Снимаются все маски и голограммы. 1, 2, 3. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду. Выставляется маячок. Зеленый, красный. Если это он, зеленый. Если нет, красный. 1, 2, 3. Какого цвета? Знаешь, ДНК говорит, что это он, а маячок идет красный. Не знаю. ДНК идет правильно. Огонек идет красный. Хорошо. И он меня слышит сейчас. Я могу с ним разговаривать? Как голограмм. Хорошо. И давай сделаем еще тогда. Мне кажется, там это внутри должен быть. И я даю команду из биоробота. Если там есть еще голограмма или что-то другое, все, что находится в биороботе, Сергей, выходит из его биополя. 1, 2, 3. Он не дает что-то. Он как закрыт. Вера, его могут закрывать. Давай поднимем и давай еще раз посмотрим. Я не могу поднять, подступиться к нему. Я его увижу издалека, но он команды твоей не слушает. И что я сделаю? И я говорю, Сергей, подойдите к нам сейчас. 1, 2, 3. Вот у него биоробот. Он такой вот поникший, да, сказать? Как физически поникший. И рядом голограмма улыбающаяся. И на твои слова никто из них не реагирует. И силой моего намерения я даю команду. Все слушают меня. Оригинал выходит из биоробота. 1, 2, 3. Силой моего намерения. Притягивается. Ну, что, что-то есть. Есть. И вышла голограмма, стала рядом с оригиналом. 1, 2, 3. У нас стоит улыбающийся голограмм. А вторая? Вторая вышла за голову, держит, вот как волосы на себе. Отлично. Давай упаковываем сейчас оба тонких тела в специальные мешки для транспортировки к скафандре. 1, 2, 3. И... Есть? Да. И поднимая в комнату диагностики. 1, 2, 3. Это демон. Сейчас кто-то перестанет улыбаться. Вот здесь. Отлично. И над фальшивой копией загорается красная лампочка. Оригинал зеленый. 1, 2, 3. Ну, копию видно. Она фальшивая. Улыбается. Фальшивая копия отправляется силам. Плохо сделанная. В клетку-тюрьму отправляю. Плохая подделка. Вера, ты меня слышишь? Я тебя слышу. Отправляешь в клетку, да. Готово. Хорошо. Так, мы приветствуем Сергея. Интересуемся, готов ли Сергей диагностики, доверить для нам свое биополе на период сеанса? В общем, он себя за волосы тянет, разные стороны, ногами топает. Он как неадекватный. Хорошо, Сергей. Посмотрите на меня, я обращаюсь к вам. Мы работаем по вашей просьбе. Вы даете свое согласие на то, чтобы мы убрали из вас интерферентов и работали с вашим биополем. По вашей просьбе. Да, он согласен. Отлично. Все. Этого достаточно. И включается скэнер на счет 3. Начинает сканировать все 7 тонких тел Сергея. На всех частотах находит любые интерференты, любые присадки. Каналом притягивается в клетку-тюрьму. Если это голограмма, от нее выстраивается канал к оригиналу. Оригинал притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. Силой моего намерения. Да будет так. А так и есть. Один, два, три. Скэнер начинает работать. Давай лучше сразу в клетку. Здесь что-то с горящими глазами. А что? Я же сказал, по каналам он отправляется в клетку. Может, ты не отправился? Но сканер не включился еще. Давай сразу его в клетку. Хорошо. И эта сущность отправляет осилу моего. Он у меня в клетку и замирает. Один, два, три. Есть? Да, это что-то между драконом и демоном. Не могу понять, что это. Оно замерло в клетке. Один, два, три. Что-то высокое. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перво в данном виде. Согласно своему эфирному кодексу. Оно слепит. Оно тебя слепит? Да. Направляя на него свой щит, включая печать семи архангелов, концентрируя энергией мощнейшим потоком света, сжигая все голограммы оригинала. Предстает перво в данном виде удар. Это демон. Проявился? Да, и не такой уж он большой. И подхожу к демону. Ты меня видишь? Да, видит. Считай цифры над головой. Один, два, три. Двадцать. У него горб какой-то. Кто ты такой, демон? Давай еще раз снимем. Все маски и голограммы снимаются. Все маски и голограммы один, два, три. Фантом присыпает перво в данном виде. Согласно своему эфирному коду. Ни одна защита не действует. Визуализация не действует. Любое воздействие наказывается моментальным ударом в тысячу раз, возвращающий все негативное назад. Программа действует. Программа активирована. Он, знаешь, очень похож на того, к которому мы отправили к Соломону. Не буду имя говорить. Вот так вот, да? А как это? С у него даже пусох такой же. Да? Он какой-то за горбом. Не просто демон с врагами, а такой какой-то вот. Отлично. А че же у него 20 уровень, считающий раз цифры над головой? Один, два, три. Двадцатый. Кто ты такой, демон? Отвечай. Имя свое назови. Балвон. Как? Балвон. Балвон. Балвон, а че ты подвези Львула сейчас подстраиваешься, а? Такой же горбатый, с таким же посохом. Кто ты такой? Почему ты здесь находишься в ее биополе? Кто тебе разрешал сюда приходить? Мы здесь находимся по воле и зельянию. А что ты здесь делаешь, Балвон? Балвон. Я его душу хочу, он говорит. А у тебя контракт есть на его душу? Он тебя что, звал? Я тебе рекомендую. Он говорит, я его ломаю, чтобы заключить. Ты его ломаешь, чтобы заключить. Балвон, у тебя ничего не получится. Я тебя должен разочаровать. Знаешь почему? Знаешь почему, Балвон? Потому что ты не дашь, что ли? Я тебе сейчас что-то покажу. И ты поймешь, надеюсь, почему. И в моих руках появляется маленький шарик энергии царя Соломона. Один, два, три. Как он завещал. Балвон. Я смотрю, у тебя изменилось настроение? Убери это, говорит. Нет, нет. Ты это будешь сейчас смотреть. Я вот спрашиваю, у тебя изменилось настроение сейчас? Будешь ты уважительно обращаться? Будешь ли ты отвечать на мои вопросы и кооперировать? Буду, буду. Это ты говоришь, что ли? Да, это я. Тот, который отправил Вильзевула туда, куда он находится сейчас. И тебя отправлю сейчас. Я все понял, понял. Даже посох отдам, говорит. Не надо мне твой посох. Только не трогай. Убираю шар. Значит, три, один, два, три. Так, рассказывай, как ты зашел в это тело? В воронку. Показывай эту воронку. Где воронка находится? В квартире? Или он вступил туда? А, наступил. Где-то не в помещении. Когда это было? Больше двух месяцев. Каким действием ты его принуждал? Смотри, он показывает как три. Внутри идет, ну, такое немножко серое. Из двух уже черное такое пошло. Хорошо. Завладеть он им хотел полностью. Воли лишить. И забрать с собой в ад, да? Чтобы он сделал самоубийство или что-нибудь такого плана? Или как ты хотел? Какой твой план был? Рассказывай. Лишить всего. И забрать с собой? Или просто лишить всего? Ну, сперва пользоваться. А, понятно. Хорошо. Хорошо, Болвон. Болвон, я сейчас начинаю работать. Я тебе буду задавать вопросы. Если они у меня возникнут, ты будешь на них отвечать. Любой обман в этой комнате я не терплю. То есть ты будешь отвечать на все мои вопросы. Ты согласен? Кооперировать? Согласен. Влад, уберю у него посох. И убираю. Сила моего намерения. Посох уходит в другую клетку. Один, два, три. Не может до него дотянуться. Он что, воздействует? Голограмм. Он что, воздействует на нас? Он имеет силу посоха. Он не воздействует. Но я не могу за ним следить постоянно. Хорошо, посоха. Замер в клетке. Где? Там, где голограмма, да? Или что там вот это? Да, там, где голограмма. Хорошо, все. Что ты этим посохом делал? Скажи мне, Болвон, ты не оточься к той категории людей, к демонов, которые устанавливают барабаны, как Визельвол установил, и стреляет этим барабанами по другим людям, пытаясь завладеть другими душами? Я сейчас буду проверять. Если я найду барабан, лучше отвечай мне сразу. Да. Вот так вот. Сколько душ ты уже через него словил? Я пока его ломаю. Ну, это был твой план, да? Да. Видишь, как нам помогает отец наш информацией? Мы все знаем. Хорошо, ладно. Все. Вера, давай его просканируем наконец, потому что мы не закончим так. Хорошо. И я даю сейчас команду. Скэнер начинает сканировать. На счет 3. Находит все чужеродное. Референт ответственности за подключку притягивается в клетку тюрьмы, силами его намерения. Да будет так. У него есть спрут, и у него какая-то женщина Татьяна в клетке. О, так. Магия. Так, спрут. Первый демон. Второй спрут. Подожди, еще кто-то есть. Суккуб. Суккуб. Все. Магия. Магия. Подходим к этой женщине. Четыре канала я вижу, да, Вера? Да. Отлично, хорошо. Подходим к этой женщине. Кто такая, представься. У меня защита есть? Да. И направляю на нее щит. Свой щит с печатью семи архангелов. Концентрирую удар, мощнейший удар любви отца. И сжигаю любую защиту ведьмы. На счет три. Один, два, три. Пошел свет. Она кричит, нету, нету, у меня защита. Она головой машет, и у нее ощущение, что у нее как косички с двух сторон. Она вот так крутится, и они в разные стороны у нее прыгают. Кто такая? Это оригинал или копия? Маячок зеленый-красный. Оригинал зеленый. Копия красный. Оригинал. Хорошо. Кто ты такая? Назови свое имя. Татьяна. Настоящее имя, назови свое. Ира. Ира. Ира, а зачем ты меня обманываешь? Ты видишь меня? Да, кивает. Ты знаешь, кто я? Нет. Я ангел смерти. И ты здесь находишься не случайно, Ира. Ты что-то сделала Сергею. То, что притянуло тебя в эту клетку, я пытаюсь сейчас узнать. Она говорит, я же его люблю. А какую магию ты сделала ему? Приворот. Приворот. А ты знаешь, что такое приворот, Ира, которая не Татьяна? Это очень тяжкий грех. Ты сама делала это или у тебя был мастер? Ты заказ давала? Она сама сделала. У него вот как на руках его притянуть хотела. Она лентами. Как она исполнитель и... О, господи. Ну, это такое что-то... Любительское? Да, да, да. Я вижу. Я просто не знаю, он с ней сейчас или нет. Если мы сейчас ей откат дадим. Но с другой стороны, если что-то чужеродное есть, то оно проявится. Хорошо. С ней я понял. И как тебя зовут? Еще раз назови свое имя. Настоящее имя. Если ты будешь обманывать, ты не уйдешь никуда уже. Ирина. Ирина. Хорошо. В каком городе ты живешь? В селе. В селе. Ладно, хорошо. Тобой потом займемся. Так. Кто у нас следующий в клетке, Вера? Спрут у нас. Спрут. Считай. Спрут? Как давно ты сидишь в этой теле? Пять лет. Пять лет. За что было ответственно? Что ты воровал? Фиолетовый канал. Космический. Связь. Энергет. Понятно. Верхний чакр. Установил за пять лет инкубатор в его теле? Есть там твои присадки, примочки? Есть. Есть, понятно. Хорошо. И я обращаюсь туда. А, у нас с демоном есть уже. Хорошо. Суккуб остался, да? Суккуб. Здорово, Суккуб. Крутится. С демоном пришла? Или сама? С демоном. Чтобы быстрее сломать. А, вот так вот. Ну и как получалось у тебя? Ну, она крутится, показывается со всех сторон. Мне? Надеюсь, не мне. Вера. Один ноль. Хорошо, ладно. Надеюсь, не тебе. Хорошо. Надеюсь, тоже. Так, сколько ты находишься в теле, Суккуб? Сколько и демон. А сколько демон? Демон сколько? Три года, да? Три месяца. Три месяца. А не недавно. Понятно. Хорошо. Ладно, хорошо. Объявляю вам сегодняшнюю программу. Если вы будете кооперировать и не будете обманывать, выполнять мои команды, то есть не обманывать, когда я задаю вопросы. И если я скажу, вытащит все, и вы что-то оставите, а я проверю и найду это, то я вам гарантирую вырванные годы. Просто реально. Я сегодня показал демону, с чем он имеет дело, и вот он спокойно там стоит, и все хорошо. Точно так же и Спрут сделает, точно так же и Суккуб. Я рекомендую не обманывать меня и снимать все ленты, все, что ты там установил. Я все это вижу и знаю. И скэнер мой еще дополнительно это все найдет. То есть обмануть меня у вас, у вас меня не получится. И не рекомендую. Опасно. После того, как мы начнем реверс энергии, мы отдадим вам всю черную энергию, заберем все светлые энергии, и я дам команду вытащить все, что вы установили в биопуле. По очереди будете выходить, аккуратненько все вытаскивать, предупреждая из прута, не пытаться даже кинуть в нас что-то, потому что я его сожгу моментально на месте, или что-то там забудет, тоже самый эффект. Один миллион герц сразу пойдет в клетку по каналу к ответственному. Если вы все указания выполните, и у меня не будет оснований не доверять вам больше, я вас отпускаю каждого на свою чистоту после того, как вы мне скажете, что в этой биополе вы больше не войдете. Я это говорю потому, что я эту биополе теперь буду проверять. Это значит, что я могу только по первому требованию клиента через 15 минут уже посадить каждого из вас в клетку. И под ним я тогда открою уже портал в галактическое ядро. И никого не буду ничем убеждать. Это я к тому, что когда будет задан вопрос, будешь ли ты возвращаться в это тело или нет. Чтобы у вас просто желание отпало. Я сразу говорю, открывая карты, как я буду играть. Все поняли? Все поняли. Переходим к процедуре реверса. Я даю команду тонкой копии Сергея спровоцировать все энергетические и сферические каналы. Ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низкую вибрационную энергию в его биополе 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродной по отношению к Сергею. Энергию страха, неуверенности. Отдаем энергию всех болезней. Все, что она могла получить, возвращается к ним назад. Скажи мне, Вера, что идет к магии по этому каналу? Серо-голубое идет, ну, такое, темно. Много? Туман такой, нет, немного. Ира, я тебя сейчас спрашиваю, а живешь ли ты вместе с Сергеем? Сейчас. Или ты просто хочешь добиться его расположения? Он говорит, что это было давно. Ну, ты видишь, что твоя магия... Это была глупость просто старая очень. Дело в том, что... А когда, как давно была эта глупость, Ира? Да. Семь лет назад. Семь лет назад. Но ты понимаешь, что ты за эти семь лет ему даже не понимая того, насколько оно действует, портила жизнь, воруя у него энергию. И вот эти энергии сейчас... А говорит, что я даже забыла про это. Видишь? А вселенная не забывает. Поэтому ты сегодня все получишь назад и отдашь все светлое. Эта магия начнет от тебя действовать, которую ты хотела. Все негативное за эти семь лет вернется к тебе сегодня назад, Ира. Занимаешься ли ты магией сейчас? Черный? Нет, конечно. Хорошо. Все девчонки когда-то кого-то привораживали. Это была шалость. А ты знаешь, что за эту шалость... Из-за этой шалости умирают люди. А тот, кто эту шалость сделал, отправляется в ад. Вот товарищ рядом в клетке стоит болвон. Болвон, скажи, пожалуйста, что случается вот с такими, кто делает привороты? Объясни, пожалуйста. Контракт. Это есть контракт, правильно? Да. То есть вы исполняете эту волю, воздействие начинается, но это одновременно является заключением с демоническим миром контракта, правильно? Все воздействия кто-то, кто-то воздействует, кто-то исполняет. Да. То, что вы просите, кто-то исполняет. Безусловно. Я знаю, открывается воронка, призывается демон специальным это, и демон идет, исполняет какое-то желание, правильно? Да. Вот. А за это никто, в принципе, дальше люди уже не знают, что тем самым, когда джин или демон начал исполнять свою работу, это уже есть заключение контракта на условиях демона, верно? Да. Нет, забрали все. Все забрали. И устанавливаются фильтры золотой сеточки на все каналы. Поправь микрофон. И в порядке реверса Сергей забирает чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Сергей себе обратно. Он, хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. А смотри, что идет теперь от интерферентов? Биолетово идет от спрута. Бежевое идет от магии. Магия, бежевый цвет, энергия жизни. Ира, ты воровала энергию жизни у Сережи. Ты подпитывалась этой энергией, и ты это сделала шутя. Ты представляешь, что ты наделала, Ира? Ты за семь лет у него, смотри, сколько энергии украла. Жизни. Ты разрушила его здоровье своим приворотом. Своими детскими шалостями. Этого не хотела совсем. А как ты будешь это объяснять, когда будет ответ за вот этот контракт? Вот скажи, болвон, вот скажи, пожалуйста, вот она сделала сейчас, я вот сейчас все это заберу туда-сюда, но контракт-то остается? Вы же выполнили там какую-то свою работу, когда она делала этот приворот. Или как? В этом конкретном случае? Или она не доделала чего-то, что контракт не состоялся с вами? У нее портал в ногах. А-а-а, все понятно. Вот так вот видишь, как твой приворот на тебя вернулся назад, и отдаешь сейчас уже всю свою энергию. У тебя портал в ногах, Ира. И это, я тебе скажу, очень неприятная и нехорошая вещь. Мы встречали таких пациентов, они практически теряют всю свою энергию жизни. Через нее идут энергии. Через нее проходят. Она как вампир. И она работает на мир темных тем самым. Ворует у других энергии, но не держит ее в себе, а передает ее в мир демонов. Правильно, Баллот? Да, но она даже сама не понимает. Ну, это ж ваш план. Вы же все-таки понимаете? Она попросила. Она попросила. За ее согласие. Абсолютно верно. Тут в этом отношении, вот если бы я, к примеру, с тобой столкнулся в такой ситуации, мы бы с тобой разошлись мирно. Я бы сказал, это согласие человека, я не имею права вмешиваться. Но когда человек изъявил желание чего-то избавиться, как в этом случае, тогда прихожу я. Мы выполняем просто свою работу, как и ты, болвон, исполняешь свою работу. Ты заходишь на свои вибрации, на свою чистоту. И у тебя есть основания, видать, заходить к человеку. Я знаю, крик – это у вас музыка в ушах. Любой скандал – это приглашение на свадьбу. Любая драка – это просто сказка какая. Это ваши энергетики. Поэтому я понимаю, почему вы приходите. У меня вопросов по этому поводу нет. Но люди просто не понимают. А мне дали. Отлично. Хорошо. Это специально просто для разъяснения тем, кто будет смотреть это видео. Хорошо, Вера. Мы закончили сейчас с ними реверс. Давай сделаем проверку. И я включаю скэнер. Еще раз. Скэнер сканирует на всех частотах. Полностью проявляет. Все семь тонких тел сканируются. Проявляют любые чужеродные, неотначающиеся к энергетике. Сергей, артефакты. А у него полно. Они же не забирали еще. Ага. Хорошо. Значит, мы чуть поспешили. Хорошо. Все. Тогда, значит, даю команду. Давай по одному их много. Давай, демон, начнем с тебя и с суккуба. Вместе выйдите сейчас из клетки, вытащите все, что вы оставили в его биополе. И потом вернете в клетку. Описывай, Вера, что они снимают. Он полностью закрыт какой-то красной пленкой. Стягивает эту пленку, а не с него. Не слышу. Красную пленку какую-то с него стягивают полностью. Он закрыт с головой в ней. А, ну, мы сегодня снимали, по-моему, с кого-то красную пленку. С тебя. Не так ли? Нет. У меня был. А у тебя, да. У тебя не демоняка был. Фантом. Какой-то свет. А, да-да-да. И рептик тебе поставил. Хорошо. Давай. Суккуб снимает, как оковы. С рук. Че, полоски какие-то снимает. Ну, это суккуба любимой фишки. Далее. Хорошо. Благодарю. И я прошу теперь с прута выйти и вытащить все, что он оставил до последнего щупальца в его биополе. И потом вернуться в клетку и доложить. Головы с плеч со спины снимает. Пусть выкатывает все яйца, все, что там осталось. Болвон, скажи, откуда у тебя этот посох меня интересует? Его же не каждый получает. Мы встречали сегодня буквально 54-й, 53-х герцовый. Тоже там приходил ко мне один демон пообщаться. Насчет визельвула вашего. Попросить вернуть его назад. Вот. Ну, у него не было этого посоха. А у тебя он есть. Как так получается? Что у тебя так всего 20 герц, а вот ты такой крутой? Я заслужил. То есть ты за раз можешь несколько душ приводить, скажи мне. Не так ли? Могу. Та не скромнись. Сколько там по твоей власти находится в аду? Есть у тебя уже свой там отряд? Над кем ты измываешься? Небольшой. Ну, сколько приблизительно душ? Ну, похвастайся. Чем тебе это? Ты очень хочешь услышать? Я очень хочу услышать. На любой вопрос, который я задаю, болвон. Что бы я ни спрашивал, я всегда ожидаю ответа. Если ты другого мнения, то ты можешь проверить тогда реакцию мою. Я могу обмануть. Безебул говорил у него более одного миллиона душ. Причем повторял это раз 10. И гордился этим очень. Я не думаю, что ты такой крутой. Поэтому хотел просто сравнить. Но если ты не хочешь говорить, твое дело. Это не принципиально. Струб все достал, Вера? Да. Хорошо. Так, у нас осталась магия. А что у нас там от магии? Есть. Ну, вот ленты на руках. Ленты на руках, хорошо. Ира вышла из клетки, сняла все ленты. Один, два, три. Да, сделал. Хорошо. И включаем сейчас скэнер на полную мощность. На счет три. И он сканирует. Если что-то еще чужеродное осталось, загорается ярко красный маячок. Один, два, три. Пошел свет. Суккуб забыл. Суккуб, мне тебя наказать? Ты хочешь попробовать? Да, где-то. Хорошо. Суккуб, тебя сейчас копьем ударить? Или что это такое было сейчас? И, Суккуб, два удара копьем. Один, два, три. Пошли удары. На чистоте Суккуба. Я здесь шуток не понимаю. Беру. Да понятно, что уберешь. Только я и сам без тебя могу убрать. И силам его намерения я снимаю все эти, все, что оставил Суккуб. Оно выходит сейчас из его биополя. Зависает в воздухе на счет три, один, два, три. Суккуба остается в клетке. Вышло? Есть, да. И все устанавливается на Суккубы на счет три, один, два, три. И включаем на полную мощность. Но она не против. Ей приятно. Я понимаю. Хорошо. Пусть так и стоит. Все. Значит, тело у нас чистое. Я включаю маячок зелено-красный. Зеленый. Отлично. Все. Так, мы закончили. Можно отпускать. Спрута начнем. Спрут готов уходить? Хочет остаться? А, да, готов. Спрут, я тебя прошу больше не приходить в это тело, даже не пытаться. Тогда от меня не встретишь. Ты понял? Что, он тормозит или что? Да, он понял. Хорошо. Открывается наверху портал на чистоте спрута. Один, два, три. И спрут уходит на асовую чистоту, забирает все с собой, что принес. Закрывает, печатает, растворяет. Готово. Так, Суккуб готов уходить? Готово. Все. И открывается портал на чистоте Суккуба. Один, два, три. Суккуб уходит на асовую чистоту со всем, что принес. Один, два, три. Все за ним уносится. Все на его энергетике. Закрывает, печатает, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. И я обращаюсь сейчас Болвону. Болвон, скажи, у меня еще один вопрос есть. Вот скажи, допустим, ты подселился в какого-то человека, не имея с ним контракт. Ну, вот как сейчас, такой случай. Человек умирает в физическом мире. И его душа куда уходит в этом случае, если ты находишься в нем, не имея с ним контракта? Если я успею поймать, затяну вниз. Если ты успею. А как ты можешь успеть поймать, если душа сразу поднимается потом? А, ты имеешь в виду в эти первые три дня? На выходе. На выходе. В эти первые секунды. А, вот как. Так, там тоже существует опасность такая, что ты можешь в этот. У тебя ваш шанс какой процент вероятности, что можешь перехватить? Большой. Вау. И как этого избежать? Как можно этого избежать, эти секунды? После того, как жизнь закончится и душа, так сказать, еще никуда не ушла. Вот она рядом с телом стоит. Я понимаю, это твой шанс, эти секунды, да? Да. Это можно как-то избежать? Или это только при жизни можно избежать? При жизни. То есть тебе неинтересна какая-то душа праведника или человека, который там хорошими делами занимался, да? Или как? Интересно. Я понимаю. Ладно, все, не буду тебя мучить. Благодарю за ответ. Все, я, ты понял, мы с тобой договорились в том плане, что ты больше никогда больше в это тело не придешь. Потому что я его теперь регулярно буду проверять. И поверь мне, у меня хорошо все сложено, если надо на кого-то повлиять. Я не хочу этого делать. Добавлю от себя. Но могу. Вы договорились? Да. Хорошо. Это точно? Я не хочу с тобой сталкиваться. Хорошо. Я тебе сейчас возвращаю твой посох на счет 3. 1, 2, 3. Это твой артефакт. Забери его. Получил? Да. Ты готов уходить? Готов. Хорошо. Открывается внизу портал на частоте демона. 1, 2, 3. Демон уходит на свою частоту и забывая дорогу назад. 1, 2, 3. Закрывай, опечатывай, растворяй, ставь огненную пентаграмму. Готово. Что у нас там еще осталось в клетке? Накидка вот эта, да? Осталась Ирина. И у нас осталась голограмма. Хорошо. Голограмма открывается под ней, портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И она улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Хорошо, Ира. Ты все практически поняла. Ты забрала все назад. И видишь, вот у тебя уже воронка в ногах из-за того, что ты сделала этот приворот. Я тебе сейчас буду... Кто тебе говорит, ты можешь ее убрать? Не имею права. Я могу. Пожалуйста. Я могу убрать, но я не имею права вмешиваться в твою жизнь без твоей просьбы. Ты меня должна попросить в физическом теле. И только после этого я могу выполнить твою просьбу в астрале. Сейчас я работаю не для тебя, я сейчас работаю для Сергея. И убираю то, что ты сделала. Если ты обратишься ко мне или найдешь меня как-нибудь, или узнаешь обо мне в интернете, в ютубе, то я тебе помогу, вернее, смогу помочь. Но, ты понимаешь, вот этот товарищ 20-ти герцовый, который там стоял, с ним шутки реально плохие. Они все контракты очень хорошо умеют писать. Я все видел, все поняла. Я понимаю. Ну вот, я поэтому ничего тебе больше... Я хочу попросить прощения у Сергея. Это было глупо. Хорошо, мы спрашиваем Сергею. Сергей дает ли прощение ей? Разрешает ли ей? Прощает ее? Это его решение. Он может и не простить. Это его право. Но вы попросили прощения. И передали его. Хорошо. Будем отпускать тогда. Да, Вера? Да. И я открываю сейчас портал на частоте Ирины. 1, 2, 3. И Ирина уходит на свою частоту. Безболезненно забывает дорогу назад. 1, 2, 3. Закрывай, печатай, растворяй. Да, печально. Приколи, она сейчас получит откат. Получила и еще получит после того, как за все это придется отвечать. Даже демон уже воронку увидел. Да. Пусть всем уроком будет. Хорошо, все ушли. У нас больше никого нет? Нет. Пусть всем уроки когда-то. Лол Birdsockи не забыл. Редактор субтитров Н.Г redesienie Пусть всем уроки.